Гимназия номер 14, университетская. Основное здание уже готово, там сделан текущий ремонт, комиссия приняла и директор говорит, что поставили оценку 5. Капитальный ремонт разворачивается в этом году во вспомогательных помещениях. Спортзал превращают в настоящий спортивный комплекс, а бывшие мастерские преобразовывают в центр развития детей в современном формате. Одно здание у нас называется полигоном высоких технологий, это центр инженерных компетенций. Дети занимаются технологией, информатикой, медиа-центр, фотостудия, библиотека. Второе здание это спортивный зал. Сейчас это целый комплекс с различными помещениями для адаптивной физкультуры, центр мониторинга здоровья, физического развития. Там же будет размещаться большой зал робототехники, шахматная гостиная. Капитальный ремонт проводят за счет федеральных денег в рамках специальной программы. Эти здания собираются закончить уже в октябре, но у директора гимназии есть планы и на следующий год, уже по капитальному ремонту главного здания. Это первый год программы, по которому финансируется федеральным бюджетом именно капитальный ремонт. У нас в городе 4 таких объекта. Всего нам на 4 этих объекта 150 миллионов из федерального бюджета, ну чуть больше, я так немножко округляю. И задача нам четко сделать, отработать вот этот первый год, дать хорошие показатели, потому что всего мы подали заявок более чем на 20. По муниципальной программе преобразовали вечернюю школу на улице Троллейная. Здесь создали современную площадку для разностороннего развития детей. Творческое направление здесь соседствует с техническим. Вот за этой дверью проектируют и программируют беспилотные летательные аппараты. Настоящая лаборатория, конструкторское бюро. Вот такой вот, можно сказать, мини-аэродром. Здесь уже готовы к полету различные квадрокоптеры от самых маленьких до огромных профессиональных. Машины выполняют свою задачу вот за этой вот сеткой. Здесь предполагается еще лаборатория искусственного интеллекта, кабинет изобразительного искусства. Есть еще кабинет для хореографии. Могут прийти сюда и дети, которым это удобно по месту жительства. Мы не ограничиваем. Получается, серьезно сэкономив на строительстве нового здания, здесь создали такой мини-дом пионеров. С 1 сентября он заработает в полную силу и примет 600 детей. Занятия будут идти даже по воскресеньям. Спасибо, что смотрите канал Новосибирские новости. Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Продолжение следует... Продолжение следует...